привет опять я бегу на дворе утро хотела показать вот этого дорогу вот такой пешеходный переход на станцию рельсы туда рельсы туда а мне сюда так и вот если туда пройти можно перейти на другую сторону можно будет там погулять потом а я бегу в сан-франциско без пяти шесть солнышко встало какие-то болота это мы вновата на вода проезжаем он с правой стороны я сейчас сан-франциско уже приехали сюда и пришла вот на такую остановку он оттуда я вышла вот отсюда и мне нужно сесть на такой трамвайчик который едет на 33 пирс и оттуда отходит паром на алькатрас вчера билет купили в алькатрас и на этот бут и на смарт вечером поздно ну в общем не ошибиться бы и сесть на правильный чтобы потому что здесь вот от этого пирса до 33 два километра идти где-то 27 минут надо ну мне так 47 наверное а от самого пьера 33 до алькатраса два километра и вот здесь 20 это два километра идти поэтому сяду на трамвайчик сказали что он 225 стоит 2 доллара 25 центов имел мелочь взяла с собой вот рельсы вот одну дорогу я перешла и вон там еще одна дорога вот этот теперь про который я говорила что 2 одинаковые стрелы здесь наверно это стыла а потом еще дорога и тому же тут фонтан с зеленой водой ладно отключаюсь и я дождалась вот этого трамвая это не трамвайчик а трамвай ну я стараюсь людей не снимать в общем минут десять ждала одного на остановке спросила он сказал идет туда и сейчас у водителя спросила он сказал садись я сошла с трамвайчика ой ну стране стромбайчика с трамвая это мне он сказал алькатрас здесь 29 пьер в общем когда я села на этот трамвай то был пирс пьер 5 потом 15 потом 17 ну может быть я что-то еще и пропустила потом я увидела какой-то 17 еще какой-то и вот сейчас 29 я вышла и вот на 33 пирс пьер иду что в 8 45 сесть на паром в общем билет стоит 41 доллар но если не обозначаешь дату и не обозначаешь время то 49 долларов в общем я вот 31 пьер вот такой вот он но они все разные может грузы какие принимают еще кто его знает в общем что я хотела сказать так уже забыла а ну в общем 40 49 долларов если без даты а так как я точно нужно сказать и время 8 45 и это то подешевле 41 доллар но в принципе в тринадцатом году когда мы не попали что-то здесь тикетс написано алька трасс вот здесь вот написано вот уже люди столпились пораньше надо такой воздух здесь хороший и когда мы в тринадцатом году хотели но нам подошли чтобы билеты купить нам сказали онлайн и они 40 долларов то достали отчетом я не знаю может у нас с собой телефон не было ничего вот алька трасс айланд вот я не дошла 33 пьер наверно вот это ну пьер это пирс так мне наверно за ними встать надо экскюзми алька трасс алька трасс а синьки ой извиняюсь я я и я и я забыла отключить и спрашиваю их ну чем они меня поняли а я не сказала что в трамвае я когда зашла хотел заплатить он сказал и этот ну чё там махнул стала я у соседки впереди меня сидела китаянка и ну не знаю может филиппинка и она у нее стал спрашивать она то ли она меня не поняла то ли не знает сколько прайс стоит потом я подошла к водителю уже с двумя долларами хотела уже эти центы бы вытащить он он так махнул что не надо и я вышла что делать мне так вон алька трасс написано сейчас без ну где-то без 15 наверно 8 а вообще написано 8 45 что луна отчаливает ну ладно я спросила у служащего ведь еще час и пять минут но конечно он отправляется а надо заранее там хотя бы за полчаса зайти туда и что я увидела то вон башня вон она оказывается так близко ведь я же могу на трамвай сюда приехать и забраться на ту башню наверное но тяжело конечно будет мне уже я так бежать не могу как раньше вот она вот про которую я рассказывала что там этот поднимаешься наверх и обзорная площадка ну платить надо я говорила сколько вот она где в общем далековато это но сколько я ехала вообще было написано что 17 минут ехать а 27 минут эти такого быть не может ехала на 5 минут но я не засекала время на трамвае такой зеленый был водитель афроамериканец был там на горах дома по-моему я приближу сейчас вот с нее как на ладони весь сан-франциско виден даже ствен пикса так не видно как вот отсюда нас запустили а вон там я показал свой билет он мне сказал что наш кораблик вот этот вот вот такая надпись то ли издевательская только какая alcatraz city круиз здесь они называют это alcatraz city ну я попозже немножко расскажу этот сейчас ой я хотел вот за тот столик сесть ну ладно я рядом сяду позавтракаю терять время было нельзя надо было бежать потому что там стыковка была так как очень рано если идешь то там эти промежутки в час а если уже попозже вот как я тогда в 10 дней в 10 часов приехала сюда то полчаса между этими с мартом там в этими корабликами некоторые пошли вон туда тикет покупать ну сейчас может быть поменялось 13 года то а что-то другим показали вон туда вон там еще кораблик стоит я не знаю мне он там сюда показал уже на английском говорит на непонятном мне языке я его спросила можно я сюда сяду он год не ну проблем в общем и там где я стояла нельзя было не пить не этот не есть вот вытирает она сначала чем-то водой потом чем-то еще и вот тряпочкой чистой в общем здесь чисто должно быть кажется объявили на посадку столько народу я хотела в рестом зайти смотрю столько народу пошло уже впереди меня вон сколько пока добежала сюда сколько народу вот я в самом конце получается в общем я сейчас немножко расскажу куда я еду потому что там во первых когда будем ехать я буду снимать наверно но говорить ничего не буду ветер же в общем этот остров алькатрас он стоит где-то в двух километрах в заливе сан-франциско но если кто не знает я только для тех кто это знает и не был здесь и не один раз то то это не для них в общем в 1853 году по моему там была военная база там сделали войну базу а почему они оттуда ушли я уже не помню но в 1934 году там сделали тюрьму в общем когда там были военные там была тюрьма маленькая на 50 человек и наверное они поняли что это самое удобное место для таких отъявленных преступников чтобы содержать их там потому что холодные течения которые омывают этот остров алькатрас они не дают возможность сбежать оттуда было 14 попыток по моему или 14 человек по моему 14 человек хотели сбежать оттуда и пятерым только можно сказать что удалось но и нельзя потому что остальных обнаружили живыми мертвыми а пять человек не смогли обнаружить и судьба их неизвестно но шансов оттуда сбежать просто нету это самая неприступная тюрьма в мире наверное в общем а что я еще хотел сказать я я прикреплю сюда два видео которые я вчера посмотрела но это будет очень интересно там про залив и сан-франциско как он там устроен внизу почему вот этот остров образовался алькатрас что там на дне и и еще одно видео прикреплю в благодарность за то что я посмотрела он уже сколько хорошо не успела я просто не пошла уже никуда ни в какой реструм и в общем он показал во первых вот этот трамвайчик ну вы сами увидите я прикреплю себя здесь внизу и сам процесс вот как он здесь ходил я же представление даже не имела что вы здесь вот такой вот долгий путь чтобы на кораблик погрузиться что заранее придите не так что 8 и 8 45 он отплывает а ты 8 45 сюда заявляешься на полчаса хотя бы раньше надо сесть на него по моему уже пошли да уже пошли в общем по моему там одновременно может содержаться 250 преступников в общем эта тюрьма просуществовала 29 лет по июнь по моему 11 июня 1963 года она просуществовала но просто уже вот последний побег был в шестьдесят втором году по моему тоже он в июне был или в ноябре в октябре и уже тогда поняли что это это тюрьма уже этот свою исчерпала я потом расскажу почему так произошло и тюрьму оттуда убрали потом ее передали по моему федеральных федеральные эти национальные парки ну я извиняюсь что я показываю буду показывать такое место я бы и сама не хотела бы ну теперь то в тринадцатом году тогда как-то был интерес а сейчас ой отключаюсь мне надо показать билет я показала билет и вот еще какая очередь в общем даже то что это очень рано все равно надо быть на чеку и быстрее бежать сюда вот это навстречу идут и там еще люди прошли уже на третьей полосе и вот здесь вот я то думала я одна наверное здесь буду все таки такая рань я вышла из дома без пятнадцати нет без десяти пять утра вот это все он показал вот спасибо ему этому блогеру английскому ой американскому и я на английском языке посмотрела но вроде так поняла я даже поняла вот что он показывала и что он рассказывал но немножко не все конечно так я отключаюсь кораблик что-то отплыл может мы на вот этот должны сесть он что-то вот когда запускал и никого еще не было показал туда и туда наверное кто хотел билеты купить он послал направо а я спросила и за столики села налево или он разворачивается кто его знает или он разворачивается кто его знает или он что-то там или они им они